Я говорю, поди, самая первая рванет из дома, вздриснула. Мы культурно просвещаться пришли, ну конечно. На грузинском визике. Жанна сейчас в Тарту повезет свою розу. Они еще не подсохли. А давай, Жанна, ты вот в коробке повезешь. Субтитры сделал DimaTorzok Еще, ну в них столько улиток в этой землянике. Просто ужас, особенно вот эта вот Александрина. А там какая-то другая. Они все поедают, всю землянику мою. Не знаю уже, как с этими ползающими гадами бороться. Вчера муж сказал, в теплице шесть селезняков этих испанских нашел. Знаете, что делается? Нашел на потолке теплицы. А у меня ведро там стояло с золой. Он их в золото докинул. Он их в золото докинул. Я посмотрела, сейчас они там сдохли. В золе. То есть все-таки надо этот вот, вот такой вот все. Кофе с пятой. Золу. Может быть песок, соль. Ну, где они вот эту слизь свою могут потерять? Всем привет! Вы на канале из Эстонии с любовью. 25 октября. Я заехала на дачу проверить слизни. Он меня вчера напугал. Что тут беспредел творится в теплице. А сейчас, сейчас поеду в Ихве на автовокзал. А у меня приезжает подруга, моя односельчанка. Ее так же, как меня, нелегкая в Эстонию занесла. Мы с ней вместе из одной Свердловской области, с Урала. Рядом с Нижним Тагилом находятся наши уральские городки. И вот она тоже оказалась в Эстонии, но попозже, чем я. Я-то раньше сюда приехала. И вот мы с ней через Ютуб познакомились. Она смотрела мой канал, наш канал. И сыну моему гостинцы на Урал отвозила. И я показывала уже ролик с ней. Мы периодически здесь встречаемся. А сегодня у нас с ней сегодня культурное мероприятие. Я говорю, Жанна, приезжай. Пойдем, сходим. И уезжает она завтра, она приезжает на сутки. И у нас целые прямо забиты эти два дня будут. В общем, во все тяжкие мы отпустимся с ней. Все как положено. На улице так тепло. Просто вот ходишь. Ни ветерка, ничего. Вроде я в машине сейчас ехала. 12 градусов было написано. Но темно вот это вот. Темень пасмурная. Просто вот давит вот это вот. Поеду в Вихве встречать на автовокзал. Я тут уже час тусуюсь на автовокзале. Что-то рано приехало. У нас вон там шпиль. Вон шпиль храма Святого Михителя. И там колокола звенят. Вон тут рядышком. А вот слева православный храм. Кто-то приезжает. Кто-то уезжает. Кто-то кого-то встречает. Кто-то провожает. И я. Минут через пять уже приедет автобус у старту. И как муж говорит. Гуляй, Рванина. О, это православный. О. И тот, и этот. Я ни разу не слышала, чтобы здесь православный звенел. Обычно католический который, литеранский. По времени на этот похож. Тарту, нарва, вихви. Идем встречать. Пади сейчас самая первая рванет. Нет. Вторая. Я говорю, Пади самая первая рванет из дома. Сдриснула. Вот буквально вот за минуту, вот за секунду так церковь колоколила. Вообще. Я думаю, сейчас ты под звон приедешь колокольный. Смотри, там дверь открыта. Да, у нас в Салде также был буфет. Мы пришли в нашу. Мы почти. ДК Огаркова. Дом культуры. Кстати, очень похожий на дворец культуры. В моем городе мы пришли на спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова на постановку драмы «Чернобыльская молитва». Накануне был спектакль «Погольный перезор». Жанна тоже говорит, что оказались как дома. Мы вот на чернобыльскую молитву пришли. Я говорю, ДК Огаркова. Даже буфет на той же самой стороне, где он и был. Мы на спектакле Грузинского театра «Чернобыльская молитва». У нас самые лучшие на столе. Так тоже, думаю, все видно хорошо и все. Мы культурно просвещаться пришли. Ну, конечно. На грузинском языке. На грузинском. Эстонские-то на мне заходят грузинские спектакли. Будем смотреть на грузинском языке. Она приехала за 200 километров, чтобы на грузинском языке спектакли. За 200 километров приехала. Да, она со мной больше уедаться приехала. Да, Витя? Мульдуги. Мульдуги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо тебе, вытащила меня. Я последний раз здесь была на утреннике, на новогоднем, на каком-то. И мистер Экс мы с ним смотрели. Какая у нас не гурочка там? Нет, он Даниного сына водили. Мы только что посмотрели спектакль. Идем под впечатлением. «Чернобыльская молитва» назывался спектакль «Грузинский театр». Они две постановки у нас, Кохлояры. Да, вчера Гоголь, вчера ревизор был. Сегодня вот «Чернобыльская молитва». Пять актрис напряжение нас продержали. Мы поплакали, потому что я уже сидела под конец. У меня уже вот все переворачивалось. А мне сказала, что соринка в глаз попала. Да. Вот не созналась. Ну, что нам понравилось, что все наши женщины пришли нарядно одетые. Очень нарядные. В платьях, в туфельках. Какие молодцы. Ну, народу было половина, наверное, да, зала. Ползала было. Спектакль, не знаю. Или я давно уже нигде не была. Мы просто идем рассуждаем о том, что они так отыграли вот эту чернобыльскую молитву, что это вот каждый раз они вот это все на сцене переживают. Это ведь не кино. Это спектакль. В зале была гробовая тишина. Гробовая тишина просто. Никто даже не чихнул, не кашленул. Телефоны все, как попросили, выключили. Просто вот мы полтора часа сидели вот. Там, конечно, во время спектакля раздавались звуки. Это колокол в ядре, это там еще что-то такое. Идем мимо детского сада. Темно, правда. И вон сапожкой у детских. А там, кстати, тоже видела, это висело, сапоги висели, да все вот это вот. Посадили этот. Вот для меня вот эти цветы все, осень. Я в этом году даже их покупать не стала. Я тоже не купила в этом году. Потому что мне, блин, это кажется все осенью. У меня одноразовая еда. Я тоже думала, что они как бы, ну, на следующий год. А нет. Так мы по темным улицам возвращаемся. Коробочки. Потому что если она будет в открытом виде, то она просто засохнет. И мы не сможем уже с ней ничего делать. Пожалуйста, кусочек. Можете пока ознакомиться с такой глиной, что-то помять ее в руках. Она очень такая приятная на ощупь. Антистресс. Антистресс? Да, 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 да. Это есть такое. Так. Пожалуйста. Пожалуйста. Листья мы будем делать чисто из холодного фанфора. Вы можете ее вот так вот помять. Просто я для себя кусочек возьму. А сейчас мы находимся на мастер-классе по созданию цветов из холодного фарфора. Отсюда возьмем немножко масла. Вот он так вот, да? Да, достаточно. И минем. Да, и переменайте. Вот просто берем и хорошо перемешиваем, чтобы краска хорошо у нас растворилась. Она на руках не останется, да? Нет, нет, нет. Если что-то останется, есть влажные салфетки, мы можем взять. Если вам не понравится светильник или будет слишком, то можно чуть-чуть прямо вот так вот раз-раз добавить. Сейчас однородности, да? Да, да, однородности. Глинку размяли, все до однородной массы. Теперь убираем пока его попить. Мешочек. Сейчас, попить его. Мешочки. Вот. Это лист фоамирана, на нем мы будем епить. Вот, вы можете положить себе вот так вот шаблончики рядом. И вот на этом листике мы будем епить, чтобы... Так, теперь смотрите, что мы делаем. Мы будем делать... Вот у розы, смотрите, вот так вот. Один лепесток центральный, да? Вот я специально вам дала такие образцы. Один лепесток большой и по краям маленький. Поэтому мы будем делать один большой лепесток и по бокам два. Значит, мы формы приплюскиваете. Вот так вот. И вот формируете вот такую вот, как листик. Все. Края делаем потоньше, серединка у нас будет потолще. И вот так вот три штучки делаем. Вот. У нас должно получиться вот такие вот заготовочки. Они вообще какие-то лепешки получили. Пускай лепешки лишние. Мы все вырежем и все соберем. Ничего страшного. Плаем. Нет, 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 нет. Неправильно вы сделали. Надо, чтобы вот это все было... Да, здесь. А это у нас, видите, сгиб здесь. Чтобы сгиб у нас как книжка. Вон она, что, Михалыч. Да. Так, все. И вот смотрите, что делаем. Мы это делаем от себя. Не на себя, а от себя. Так. Вот здесь попал. И вот стараемся вот так вот прямо без всякого фанатизма. И вот стараемся, девочки, чтобы края, они были тонкие, но не совсем, чтобы пергамент. А это место у нас было мясо потолще. Потому что мы будем делать попку. Не попку листиком, а просто проволоку мы туда всунем. Вот видишь, Жанна, хорошо уже. Вот это еще не делаю. Здесь вот немножко. Даже пальцем можно. Знаете, девочки, если вам неудобно лопаткой, можете пальчиками просто. Это же ручной труб, поэтому все пальцы наши, это инструменты. Теперь как бы выгоняю глину краям. Да. Вот задаю высоту, чтобы это было все ровненько. Все. Вот. Вот так здесь все везде поправила. И все. Воздух попал. Все. Вот так вот. Теперь готовим формочку. Раз, два, три. Значит, вот это, наверное. Просто после каждого среза нужно смотреть, чтобы глины не было на этих зубчиках. Вот, делаем. Так, а сейчас мы их накрываем, да? Да, накрываем, ждем всех. Это четыре глины. Да. Ну, после, я хочу пять, может быть. Все. Если вам, девочки, если у вас... Просто я же не знаю ваш темп, как вы будете лепить. Я это быстро леплю. Поэтому я три и дополнительно уже сделала. Я не купаю. Клей. Я уже клей сегодня приготовила. Так. Сантиметров... Четыре, пять. Нет, сантиметров пять-шесть. На большой проволоке мы обмазываем. Вот смотрите, вот так вот расклеим. Вот так обмазываем. С двух, со всех сторон. Ну, чтобы клей у нас не было такими каплями, чтобы клей каплями у нас не был на проволоке, мы лишки вот так вот просто убираем и обкатываем. Чтобы просто-просто была смочена у нас вот эта плетка бумажная. Пользуюсь. 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 Вот с этой стороны. Лопаточкой вот этой вот придавили, чтобы она туда, вовнутрь, как бы села проволока. Мы просто фиксируем раз-раз. Прячем проволоку в глине, чтобы проволоки было не видно. Ну и все. Вот такой листик из сушителя. Можно, конечно... Получается, девочки? Угу. Да, хорошо. Посильнее, чтобы проволок не было. И можно, смотрите, вот уже с этим листиком чуть-чуть поиграться, его формировать. Ну, вот это место, вот чтобы он не был, и у нас такие плоские, да? Мы можем его вот здесь вот так прижать, вот так вот вытянуть. Да, 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 да. Потом мы будем немножко ножку здесь продлевать. И вот это место можно чуть-чуть вот, ну, сделать поострее. Да, вот если смотреть на листики, листики. Ну, они всякие разные листики. Листики круглые, такие, в зависимости от сорта. Все. Вот это мы листики сделали. Вот это крошка. Да, 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 да. Кривой. Ничего, вы его вовнутрь. Вот это бутончик. О, боже, боже. Вы вовнутрь все. Вы вовнутрь все листочек. Крабочистки нехорошо укрыли. Прикручиваем, оно уже не, с шпажки не пристает, ничего. У меня середина ничего не рвется. Вот так вот мы сделали. Не, она стоит потом. Так, вот. Ну, да, у кого какие трудности. Сначала, смотрите, можно сделать... Вот видишь, он плоский листок. Сначала смотри, можно сделать... Ну, я вот эти вот. Вот, подкатать. Подкатаем, делаем такую как... Вмятинку, как чашечку, да? Вот. Теперь вот это место тоже толстоватенькое. Мы просто подкручиваем немножко. Силу нет. Можно помогать себе вот этот цветок перевернуть. Ну, зато тебе никто не скажет, что цвет ногтей не подходит. Не под цветы лепестки. Здесь надо просто найти... Я обрежу. Удобно для нас, смотрите, как удобно. Вот так вот сделали. Все равно темно, ничего не видно. Да, загнули. Сначала доработаем немножко лепесточек. Мы возьмем нашу бульку, наш инструмент. И чуть-чуть вот сделаем... Ямочку. Ямочку-пупку. Прогулим называется. Все пять штучек так. Потому что у фарфора бывает свойство. Мы делаем форму, а она опять возвращается в свою. Это место мы подкручиваем немножко. И вот видите, один лепесток и другой. Между ними, между двумя этими, мы прикладываем. Вот так вот хорошо. Значит, клеим-клеим. Если какой-то лепесток слишком большой, то можно чуть-чуть подрезать ножницами. Так, сейчас здесь покажу. Коробочки брали с собой, девочки. Вот такая у меня получилась. Она еще не засохла у меня. Жанна сейчас в тарту повезет свою розу. Они еще не подсохли. А давай, Жанна, ты вот в коробке повезешь. Так, Ирина, ваш шедевр. Вот чего тут не хватает? Запаха роз. Был бы еще запах, было бы вообще... Алла, спасибо вам большое за мастер-класс. Я очень рада, девочки, что вам понравилось. У вас такие красивые работы. Я видела их, ну, в интернете. Ну, мне моя прямо тоже нравится. Может быть, мы с вами... В Кухлоярве живет? Да, 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 да. Может быть, мы с вами еще увидимся. Следите за анонсом. У нас проводят в Итало мастер-классы. В Кухлоярве у вас уже второй, да, мастер-класс? Да, да. И вот мы с девочками сегодня в замечательном кафе здесь лепили розы, долепливаем. Ну, смотрите, первая роза, покажите, Жанна. Первая роза, для первой розы это просто шедевр. Вообще. Это шедевр. У меня первые розочки, если бы вы видели, какие были. А так, а вы сами делали, Анна, вы показываете. Ну, да, да. С вами же никто не стоял. Да, да, да. Со мной никто не сидел. А тут вы нам все. Вот, а тут я вам показываю, ну, насколько я могу. Они у нас вот так вот сохнут вверх ногами. Я, конечно, не преподаватель. Да, но насколько могу, я пытаюсь объяснить, чтобы это было понятно. Розы из холодного фарфора. Но они еще тяжелые, они еще подсохнут и будут, ну, будут, наверное, более воздушными. Вот как, вот как Алла делает. Вот такие вот. Не хватает запаха. Вот запаха роз. Все, я учту. Я буду искать электрику. Сейчас уже в России есть такие отдушины, которые добавляют при варке. Угу, отдушки. И уже даже они пахнут. Настолько вот технология высока. Ну, и мы зашли в кафе наши. А нам сейчас принесут ножки. Которые находятся тут. Индийская кухня у нас сегодня. У нас вот такая сегодня индийская кухня. Мы решили пообедать, потому что автобус, на котором планировали отправить Жанну домой, не пришел. И до следующего рейса целый час. Всем пока. Вы были на канале из Эстонии с любовью. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok